В детстве у меня не было какой-то конкретной мечты, но она такая плавающая была, как у всех, но у меня была одна главная задача, это найти себя, реализовать себя в том, что у меня получается лучше всего. Здесь я могу сказать, что однозначно это получилось, потому что я сейчас не представляю, чем бы я вообще мог бы заниматься, если не распруденция. Я бы ничем не хотел, я все время провожу вот этот вот мыслительный процесс, когда я там сопровождаю большое количество разных бизнесменов, политиков и деятелей искусства, я сравниваю, а мог бы я быть на его месте, на его месте, на его, я бы не хотел бы занимать чье-либо другое место, кроме как то, чем занимаюсь я сейчас. Я хотел реализоваться, я себя реализовал, но, конечно, это был определенный путь, когда я себя пробовал в разных профессиях, страховым агентом, продавцом, охранником, консультантом и так далее, но это было в период студенчества, и попробовав в том числе заниматься юриспруденцией, я никогда не думал, что у меня есть к этому какая-то расположенность. Я даже в институт поступил на инженерный факультет изначально, и поскольку вот физика, химия, она меня очень сильно угнетала, у меня это получалось, как ни странно, и там высшая математика, начертательная геометрия, у меня это получалось, но для меня это был просто ад. Я понимал, что я не хочу с этим связать в своей жизни, я тогда ушел из института, и год я не учился. И потом я понял, что вот что-то гуманитарное, чем меня привлекала юриспруденция, я выбирал юриспруденцию, я понимал, что мне нужно гуманитарное образование, у меня выбор был почему-то либо экономика, либо юриспруденция, но я выбрал юриспруденцию, потому что там меньше точных наук, то есть там нет высшей математики и так далее, что есть. Есть такая пословица или такая шутка у нас у юристов, она звучит так, что юриспруденция наука не точная, поэтому деньги вперед. То есть юриспруденция это наука не точная, именно поэтому она меня привлекала, это меня выручало, когда я сдавал экзамены, не подготовившись совершенно, то есть можно просто проводить аналогию, зная какие-то законы построения определенных норм права, ты можешь не знать конкретный закон или постановление, но зная систему построения норм права, ты можешь догадываться, может такое вообще быть или не может. То есть это мне повезло, и я столкнулся с той профессией, которая мне наиболее близка по моим физиологическим составляющим. И соответственно я всем советую также найти себя, это самое важное.